Второй поединок UFC и на коротком обедам неужели. Слишком был уверен в себе, наверное, выложился в первом раунде. Сейчас я делал работу над своими ошибками и надеюсь, не шелла выиграть этот бой. Говоря о самом поединке, замена всех. Насколько успоко подстроиться под соперника, сгонять весь этот момент? Я очень часто, даже не прошлого, до этого в Лиге М1 я бился, на замену выходил. Очень часто выхожу на замену. Для меня замена – нормальное явление, так как я бил себя очень много в любительском виде спорта, боевой самбо. И там ты не знаешь, с кем ты будешь. Ты первый выиграл, второй уже с кем-то и приходишь во время боя перестраиваться, работать с ним. Много времени на подготовку под соперника мне не требуется. Я думаю, что помимо этого боя я еще буду готов выйти на замену. Вообще, говоря о самом этой UFC, второй бой для тебя. Что для тебя это значит? Можно сказать, что это мечта твоей жизни была? Мечта жизни? Нет, наверное, это цели, мечта. Цели я просто добивался, шел к своей цели. Не считаю это каким-то там достижением в жизни. Мне кажется, самое лучшее достижение – это благополучие родных, здоровье родных. Главное, чтобы они были живы-здоровы, чтобы у тебя была своя семья, чтобы продолжение рода. Главное, чтобы все дома было хорошо, мне кажется. А если ты начал драться в 18 лет, что посвятаешь детям, чтобы они с самого детства трендовались или живы так же, как и ты, достаточно зрелым для профессионального спорта возраста? Мне кажется, не особо это играет роль. Важно, поздно. Я никогда и не поздно считаю, если рано. Человеку прям надо характером идти к своей цели, добиваться своих целей, ставить какие-то цели, относиться к этому так хорошо, знаете. Потому что у нас, в нашем виде спорта смысла нет заниматься, если ты полностью не отдаешься своему делу. Потому что все время проигрывать, надо чем-то заниматься. И ты будешь просто ходить на тренировки, много таких людей ходят, у кого-то даже в зале могут выиграть. Надо очень много выступать, добиваться и много где проявлять свой характер. И я знал, что ты окончил школу с золотой медалью, выиграл олимпиады по математике. Это знание, насколько помогает мне во втором? Не знаю. Просто и это тоже я бы не сделал, если бы у меня какой-то… Мне не кажется, что я слишком много учил. Просто мне все дается. Меня Всевышний уделил умом. Я считаю, что я не тупой. Спасибо Всевышнему за это. И за что бы я ни взялся, мне все это легко дается. И в боях не только… Математика и геометрия, наверное, ни при чем тут. Просто быстро принять решение в каком-то моменте сложном, быстро отреагировать – вот что главное. Сфокусироваться на главном. И вот только что услышал твой разговор. Отцу билеты покупают. В UFC все так серьезно. Не дают билеты даже родным или как с этим обстоят? Нет. Отец мой секундант, он считается главным секундантом. Они все ему оплачивают. Он сейчас пришел в аэропорт и что-то его нет на рейсе. Вот я звонил сейчас менеджеру, решали вопрос. Сейчас он берет за свой счет. Сказали, все будет оплачивать, все хорошо, проблем нет. То есть билет на вход на арену – это об этом говорить или я ошибаюсь? Нет. Он мой секундант. Билет в Москву, сюда и обратно. Он мой главный секундант. Он будет у меня в углу, будет выводить меня. Эта тема с билетами актуальна. Даже Шамиль выставил у себя и говорил, что, видимо, много слишком спрашивают, есть билет, есть билет. На UFC билетов не бывает. Знаете, они дают там парочку. Это сразу, конечно, у меня родной брат, если он приедет и так далее. И нам некогда, не до этого бывает своим даже близким. Многие пишут про билеты, где посмотреть бой и так далее. Этим, да, да, да. Такое чувство, как будто ты где-то дерешься в подвале, в подвальном помещении, там никто об этом не знает. И хотят себя увидеть. И там нужно скинуть какую-то ссылку, где только она есть. И люди этим, наверное, хотят показать, что они переживают за тебя, что-то как-то, знаете, как-то, ну, где бой, что, когда, как себя чувствуешь. Мне кажется, человек, который реально переживает за тебя, он думает, что у тебя сейчас есть вся гонка, тебе некогда. Он болеет за тебя, просто может в гугле вбить там, ходить с Ибрагимом в бой, если там все выйдет. Не мне писать, не меня, и такими вопросами точно, ну, ко мне обращаться. Последний вопрос. С кем бы хотел побиться, вот проверить свои силы? Ты, наверное, раньше смотрел ее и все видели у тех бойцов. На фоне кого хотел бы себя побить? Нет такого, что я с кем-то хочу побиться. Мне без разницы, с кем биться. Я отношусь к боям, как к работе, кого предложить, с тем и буду биться. Хочу, конечно, в своей карьерной лестнице развиваться, идти к поясу, выиграть пояс. Вот. А так, чтобы кому-то какой-то неприязнь, кого-то выиграть, ну, с кем-нибудь помириться с силами, нету. Когда дадут соперника, завтра же предложат за пояс, выйдут, не обязательно. То есть, картина интересна? Да. Ничего личного. Да, ничего личного. Всем салам алейкум, всем спасибо. 9 ноября смотрите мой бой. Буду в форме, надеюсь, показать хороший бой. Иншалла выиграю. Все на всю войну для Всевышнего. Вот. То, что в моих силах все сделаю. Всем салам алейкум.